Несчастный случай произошёл в четверг, 22 января. После тренинга ведущий специалист по слонам Олег Грищенко шёл по коридору и, проходя мимо вольера, поднял руку, чтобы попрощаться с Тенди. Однако слониха резко повернула голову и лбом прижала руку мужчины к ограждению. Олег получил серьёзную травму руки. Из зоопарка с открытым переломом мужчину увезли в больницу скорой неотложной помощи. Он потерял много крови и получил болевой шок. По словам друзей Олега, врачи сделали несколько операций, но уже на следующий день руку пришлось ампутировать. Сейчас его состояние остаётся нестабильным, Олег до сих пор находится в реанимации. Олег, он в принципе в полном сознании. Ну, конечно, тяжело, он ещё не поднимается, его иногда на кровати могут приподнять, вот чтобы он сидел. Ну, в принципе, надеемся, что идёт на поправку. Я могу только судить с точки зрения того, что я видела. Всё остальное, это, наверное, лучше к врачам. Но он разговаривает, он даёт какие-то там советы, что-то спрашивает, выясняет, как всегда думает о работе. Сейчас вольер слонов пуст, животные находятся в закрытом загоне. В администрации зоопарка ситуацию не комментируют. На вопросы журналистов не отвечают за информацию, отсылают на официальный сайт. В свою очередь коллеги Олега Грищенко, сотрудники Харьковского зоопарка, а также его друзья постоянно дежурят в больнице, сдают кровь для переливания и собирают деньги на лечение. Только за один день на лекарства уходит несколько тысяч гривен, говорят они. В дальнейшем понадобится ещё больше. Олега ждёт длительный курс реабилитации и протезирования. В день тысяч 10 у нас в данный момент уходит. Когда 10, когда 15, когда 5, когда 6. Вот такие вот. И это будет каждый день пока. И сколько это будет длиться, неизвестно. Олег Грищенко давно является одним из ведущих специалистов по слонам в мире. Тенди он напекал практически с пелёнок. Когда она только появилась в зоопарке, Грищенко буквально круглосуточно дежурил у вольера, чтобы следить за её состоянием. Несмотря на травму, друзья Олега говорят, мужчина планирует в скором времени вернуться к работе и произошедшее называет случайностью, а также отрицает, что в последнее время Тенди была агрессивной. Уверяет, она даже жалобно пищала, когда поняла, что случилось. А как только пришёл в себя после операции, сразу же позвонил в зоопарк, чтобы узнать, как поживают его подопечные. Однако, когда ведущий специалист зоопарка сможет снова приступить к работе, неизвестно. Сейчас, говорят близкие Олега, врачам даже сложно сказать точный срок его перевода из реанимации. Лариса Говина, Владимир Борох, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.